Отец Александр спрашивает люди, как детям объяснить вот наши болезни, страдания, какие-то там неурядицы, которые мы проживаем, чтобы дети не потеряли веру в Бога, любящего, милосердного. Как это все объяснять? Страдания, болезни, несправедливость. Надо, во-первых, объяснять на их языке, на их понятиях. Например, ну вот уколы. Взять, например, там с пальчика кровь берут, там ранка над йодиком, оно печет. Вот на хотя бы, из таких простых, что смотри, вот тебе больно, да, вот тебе больно, но если не лечить, то вот можно показать других людей, которые не лечились, допустим, или это. То есть, что будет? И, конечно, объяснить надо, что? Что изначально Бог сотворил все хорошо. Что Бог так не сделал, чтобы животные друг друга не ели? Так Он так и сделал. Все человек испортил, а Бог сделал, все прекрасно. То есть, надо объяснить именно, каким был мир до, каким после, объяснить само принцип грехопадения. Не то, что там яблочко съели за плед, Паша, да, а объяснить мотив, объяснить, что Бог предложил человеку быть Богом с Богом, а сатана Богом без Бога. Что такое древо в жизни, древо познания. Потом объяснить, что Бог давал человеку возможность реабилитации. То есть, что не сразу, да, Он дал возможность. Ведь дети задумываются, может, они спросят, но подумают, а неужели Бог не мог бы дать там... Ведь, скажите, деточки, мы же даем вам возможность реабилитации? Мы же не сразу наказываем. Потом Адам поступил, как вы поступаете. Когда, например, что-то дети над небо ширят, то приходит там отец, они уже хоп и сразу прячутся. Вот как Адам спрятался, да, когда почувствовал, что Господь идет. Говорит, вы так же само прятитесь, потому что вы чувствуете свою вину. Когда вы чистосердечно признаетесь, то я вас не наказываю. Допустим, прощать, то так же самое Господь. Вот на таких моментах, что человек все испортил. И все, что делает человек, вот говорят, вот почему Бог допускает войны, там, насилие, там, ну и так далее, все плохое. А Господь скажет, а почему вы это делаете? Ну, вот что вы это делаете? То есть, вот что ты, Господи, допустил? А что ты делаешь? И при том, что надо еще сказать, что большую часть зла Бог не пропускает. Просто он уже до последнего, ну, нельзя уже вообще ничего не пропускать и не наказывать. То есть, люди сами себя наказывают, и каждому будет воздаяние. То есть, вот тут надо, вот в таком отношении, что, ну, вот эти вопросы, что все, придет время, когда Господь все вернет в прежнее состояние, что Христос пришел, Он страдал и прострадал, Он очень сильно и много. То есть, Бог переживает за нас, Он бы мог бы. По закону, Бог от нас должен был отречься. Отречься по закону. И не один раз. Но, как бы, вы часто делаете плохо, но мы же не отрекаемся от вас. Тоже можно объяснить. Или, допустим, почему я просил у Бога, а Он мне не дает? Вот люди просят, не получают. Я говорю, подожди, ну, смотри, вот я так сыну объяснял. Говорю, ну, ты у меня просишь, бывает что-то? Ну, да. Я всегда тебе даю то, что ты просишь? Нет. Говорю, а почему я не даю? Значит, заслужил, не полезно. Или я даю чуть попозже. Ну, не тогда, когда ты там хочешь, вот сейчас. А я даю позже. Бывает, что я даю тогда, после того, как ты что-то сделал, там, что я просил. То есть, пойми, что Бог дает нам то, что нам полезно. Ему надо полезно, тем более, ради вечности. Не ради удовольствия, чтобы только получить здесь, на земле, и хорошо прожить. А для того, чтобы научиться жить вечно. Правильно вечно жить. И вот это самая главная цель. Потому что надо сказать, что вот сейчас мы живем в миг, по сравнению с вечности. Вот говорю, возьмите, посмотрите на звездное небо, бескрайнее. И поставьте маленькую точечку. Вот эта маленькая точка – наша жизнь. А все остальное – это вечности. Что значит наше там страдание, все остальное. Ну, вот так я примерно, как бы, объясняю им в этом отношении. Ну, вот ребенок может спросить, а какая польза от войны? Ну, вот, хорошо, я говорю, а вы деретесь, там, какая польза от этого, что вы по делу подрались? Другу побили морды, там. То есть, ну, какая польза? Мы воюем друг с другом. И при том, я скажу так, что война начинается в уме и в сердце человека, а потом перерастает. То есть, это не просто так. Если я говорю, вот, гнев, ненависть, злость, проклятие, там, и все остальное, такие грехи тяжелые, да, они способствуют войне. Ведь люди сами даже поют. Мы там смело бой пойдем за власть советов, и как один умрем в борьбе за это. Это не единственное из тех веснопений, которые поют или читают до сих пор. И если будете повторять такие слова, то Господь попустит, что вы, исполнится ваше желание. А еще что я могу сказать, что, смотри, сынок, бывает такое, что я тебе что-то купил, оно тебе на пользу не пошло. Бывало такое? Ну, иногда же было. Говорю, вот так и Господь, он может просто не дать, из-за того, что только я не знаю еще, что пойдет тебе на пользу, нет. А Господь, он все знает. То есть, я же не прозорливый, говорю. А вот он знает, потому пойми, что надо все вручить себя, на волю Божию. Максимально от себя делать и вериться в руки Божьи. Если смотри, вот ты, например, задумался, когда, как Бог сотворил звезды, солнце, нашу землю, то есть, насколько сложная вся система, вот тоже можно за бабочку рассказать, там интересно тоже, как, что первые бабочка или гусеница, или яйцо. Понимаете? На этот есть четкий ответ. То есть, вот такие моменты. То есть, как Господь на уровне, может быть, молекул, если он уже понимает, что такое, да, насколько сложное все. Сложнейший мир сложнейший. На самом деле, сверхсложный. Даже самое простое, что есть. Вот, чтобы построить дом, вот ты можешь, например, там дом построить? Нет. А представь, что Вселенную сделать и из ничего создать, это намного сложнее. И если Бог смог это создать, значит, он все-все продумал. Ну, глупый, это говорит, компьютер. Глупый человек создать компьютер? Нет. Ну, вот так он. Не, конечно. Не, не, не. Ну, такая, представь себе, что у нас мозг несравненно сложнее компьютер. Один только мозг. Не считая всего остального. Ну, вот, допустим, белковая клетка, она, если умножить там миллиарды раз, она будет такой город, как Киев. Вот так вот. Сам по себе может город такой создаться? И какой сложный Киев, да? То есть, и Господь, раз все продумал и сделал, значит, он что? Он мудрый и всесильный. И нас еще терпит, значит, он добрый. То есть, все в нем есть. Просто, что, ну, мы, надо не в Боге искать причину, в себе искать причину. И верится ему, потому что, раз он все это создал, значит, он знает все, он знает, он все контролирует, все под контролем. Даже Господь сказал, что птица на землю не упадет без воли Божьей. Ну, и просить, просить, Господи, помоги, вразуми, помоги мне в нужное время сказать нужное слово и вразуми моих детей. Аминь. Слезис. О! О!